Здравствуйте, Владимир Николаевич. В Московской области до 20 июля проходит отчетная компания депутатов всех уровней от «Единой России». Отчитываетесь вы и ваши коллеги о своей работе за 22-й год. Вы, я знаю, уже таких, наверное, несколько десятков встреч в коллективах провели. А сегодня, вот сейчас, вы имеете возможность рассказать о своей работе и о том, как развивается наша Подмосковье, большой аудитории Пчелковского телевидения. Я предлагаю начать с темы, которая уже больше года без преувеличений в нашей стране является центральной. Мы живем в этой реальности, специальная военная операция. Когда началась специальная военная операция, много было непонятно, особенно простым людям. И мы пошли и в коллективы, и на промышленные предприятия. С какой целью? Не только разъяснение, но и вселение уверенности и надежды, что наше дело правое, победа будет за нами. Я бы остановился буквально на трех направлениях работы органов власти всех уровней Московской области. Во-первых, первое направление – это гуманитарная помощь. И вот за 22-й год Московская область собрала и отправила 940 тонн гуманитарной помощи. Второе – это соучастие всех. Это тоже дорогого стоит. Это выражение поддержки наших жителей, наших людей и решением президента, и помощи тем, кто попал в трудную ситуацию. Это четыре региона, которые стали частью Российской Федерации. Наши ребята ушли на фронт. Остались семьи. И здесь, начиная с федерального уровня, по решению президента создан фонд поддержки семей военнослужащих. Открыты региональные отделения. Были введены соответствующие льготы. На федеральном уровне их 17 мы даже больше добавили. Начиная от выплат, льгот и поддержки. И заканчивая, вторая часть – это повседневная деятельность. Мы между депутатами еще, добавок, распределили всех. Все семьи на сегодня. У меня в округе 26 семей. За год мы с ними просто сроднились. Третье направление – это экономическое. Нам ввели санкции. Санкции достаточно серьезные. И поначалу было достаточно тревожно. Но я бы так сказал, не вдаваясь в подробности, две позиции буквально. Наши бюджеты за 2022 год выросли. И областной, и муниципальных образований. Это говорит о том, что промышленность как работала, так и работает. Наоборот, увеличивает свои темпы. А это главный источник получения доходов в бюджет. И мы за 2022 год реализовали все социально-экономические программы развития Московской области. Некоторые даже и с перевыполнением. А второй момент здесь – не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы взялись всерьез за экономику, за те вещи, которые раньше получали извне. Импортозамещение. Импортозамещение. Да, абсолютно справились. Я могу привести цифры на сегодня. Во-первых, мы два момента для наших предприятий, организаций сделали. Первое – это выделение земельных участков. И за 2022 год, начало 2023, выделено 1167 земельных участков за рубль. Неважно, каких они размеров. То есть импортозамещение, расширение производств, пожалуйста, без каких-либо проблем. Второе направление – это льготы экономические, налоговые льготы. И здесь тоже они послужили вот таким импульсом. И на сегодня порядка 400 предприятий либо построены, либо реорганизованы. И мы часто бываем на наших производствах, и там и руководители, и коллектив всегда говорят – а какие проблемы? У нас конкуренты ушли. Мы работаем день и ночь. Губернатор назвал сферу образования магистральной темой Подмосковья. Вы постоянно мониторите строящиеся социальные объекты, которые реконструируются по государственным программам. В Щелкове за последнее время две новые школы построены, две реконструированы. Как оцените такой результат? Важно очень создать условия комфортные для нашего образования, для наших учителей, для того, чтобы они готовили будущее нашей страны, нашу смену. И я бы сегодня особо подчеркнул и поблагодарил наших учителей. Поддержка этой сферы и вот те результаты, которые озвучил и губернатор Андреевич Воробьев в своем обращении. Более 400 дошкольных учреждений за пять лет, 130 новых школ. И сегодня второй год идет программа, мы ее развертываем, капитального ремонта старых школ. За 22-й год 63-67 на этот год. Это говорит о том, что статья номер один образования для команды губернатора. Помимо повышения заработной платы, мы еще изыскали возможности поддержки отдельных категорий. И к 6 тысячам федеральной области прибавили областные 5 тысяч. 11 тысяч у нас получили классные руководители. И второе, когда мы индексировали постоянно, кстати говоря, заработные платы в социальной сфере, в том числе и в образовании, немножко упустили сферу дошкольного образования, так называемые нянечки или младшие воспитатели. Сегодня на 2,5 тысячи мы прибавили к должностному окладу и этой категории. Вот на сегодня, как раз и за 22-й год мы изыскали в бюджете такие средства. Помимо всех остальных программ строительства, капитального ремонта, оснащения наших школ. Давайте о здравоохранении поговорим. Чувствительная тема, как вы ее называете, она такая и есть, потому что касается, наверное, практически каждого. Как здесь дела обстоят? Во-первых, строительство и ремонт медицинских учреждений. Он идет достаточно успешно, потому что и новые учреждения здравоохранения строятся. И самое, что радует, капитальный ремонт старых. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы практически его завершаем. Второе направление – оснащение медицинским оборудованием. Действительно, в последнее время появилось достаточно много современного оборудования. И наш губернатор Андрей Воровев поставил задачу Министерству здравоохранения в следующий год, в этот следующий, заменить всю аналоговую, особенно тяжелое медицинское оборудование на цифровую. А вот третье направление, я это отметил, это кадровые составляющие. Она сегодня вызывает и недовольство, и нашу, так сказать, большую заботу на сегодня, и тревогу, потому что 2,5 тысячи узких специалистов не хватает в Московской области, порядка 5 тысяч медсестер. Что здесь сделано? Конечно, мы здесь можем предложить только жилищный вопрос, то есть выделение служебных квартир. Что и делается, и, кстати, городской округ Щелково находится в передовых рядах. У нас огромный перинатальный центр, который обеспечен полностью всеми специалистами. И здесь у нас нет, кстати говоря, проблем. Второе направление уже ведется второй год. Это компенсация наема жилья тем, кто к нам приехал работать. Это 20 тысяч рублей в месяц за поднаем жилья. Это выделение земельных участков. За 22-й год выделено 1167 земельных участков нашим врачам. Это программа «Земский доктор», где по этой программе выделяется миллион рублей для обустройства наших врачей в сельской местности. Эта программа «Приведи друга». Она тоже, кстати, работает очень эффективно, когда наши врачи приводят новых специалистов, и за это мы им проплачиваем. И еще одно направление. У нас в этом году впервые придут выпускники, которым мы 5 лет назад выдали направление для обучения. И с каждым годом их количество будет расти, и они у нас будут работать в течение нескольких лет. В течение следующих двух лет Андрей Воробьев поставил задачу решить этот вопрос в полном смысле этого слова, потому что он на сегодня является и вызовом для способности органов власти решить эту проблему, и требованием наших жителей, чтобы здесь был комфорт и удобство в получении медицинских услуг. Губернатор играет в хоккей. И, насколько я знаю, на мой непрофессиональный взгляд, играет неплохо. За звездами прошлых лет. Хороший пример, которому многие наверняка хотят следовать, но мало хотеть. Надо это желание где-то реализовать. Как в Подмосковье со строительством новых спортивных объектов, может быть, даже не таких масштабных, как в Дворце спорта, но хотя бы для массового спорта и физкультуры. Скажу общие цифры. За пять лет у нас построено в Московской области 123 спортивных объекта. Это новых, причем крупных. За этот же промежуток времени осуществлена и другая программа. Это реконструкция старых спортивных сооружений, наших стадионов. Это переход на массовое строительство плоскостных спортивных сооружений, либо игровых, либо силовых, так называемые воркауты. Они у нас появились по всем городам, в том числе и у нас. В 2022 году мы еще сделали один шаг, открыли стадионы наших школ для того, чтобы в учебное время дети занимались, а в вечерние и выходные наши жители. Хотя здесь хотелось бы обратиться к нашим жителям, соблюдать там порядок, потому что на администрацию школ, на директоров уложится большая ответственность заново все наводить там порядок, ремонтировать. Однако мы пошли на это, и по поручению губернатора это сделали, и многие довольны. Вот сегодня, конечно, эта программа продолжается и у нас, и в Щелково, и в других городах. Конечно, не хватает спортивных сооружений в микрорайонах. У нас в Щелково это заречная часть в полном объеме, и мы обязательно продолжим и строительство новых, в том числе, сооружений. У нас есть конкретные проблемы. Секция у нас спортивной гимнастики, ютится в ДК, у нас бассейнов в центральной части и той же заречной нет. То есть есть поле деятельности, помимо того, что есть и результат. Давайте тогда уж следом о культуре поговорим тоже. О реконструкции, о строительстве учреждений. Эти темпы соответствуют спортивному? Здесь есть в последнее время достижения. Первое – это ремонт наших существующих ДК, культурных учреждений. Чкаловское, тут совсем другое, что называется, вид имеет и функционал. Мы эту программу расширяем с каждым годом и, естественно, продолжим. За прошедший год в области построено шесть новых культурно-досуговых центров, уже нового типа. И я думаю, что это типовые проекты, которые при развертывании этой программы, конечно, будут строиться и в городах, и в наших микрорайонах, там, где таких учреждений не хватает. Вы по региону много ездите на машине. Как объективно оцените состояние подмосковных дорог? Во-первых, у нас в области и масштабные проекты. Это строительство ЦКАД, и строительство М-12, и строительство обходов городов, и переходов через железные дороги, и мостов через реки, пути, виадуков и так далее. Конечно, здесь еще очень много, что называется, и проектов, и желания это сделать, в том числе и в городском Курищелку. Мы все-таки должны продолжить обход наш, где мост построили новый, и со стороны Москвы обход. Я думаю, что эта перспектива, и она будет решена. А вот, что касается дорог, то я бы так обозначил. У нас Дорожный фонд вырос в достаточно серьезные цифры. Мы в 2012 году получили его от наших федералов. Он составлял 6 миллиардов. Сегодня это 146 миллиардов. И порядка, как говорят специалисты, они часто у нас в областной думе отчитываются по всем сферам, но порядка 70% наших дорог, и федеральных, и областных, и муниципальных, приведены в регламентное состояние. Что это такое? Это значит вовремя, не дожидаясь ям, снимать верхний слой и закатывать новый. Мы близки уже к тому, что и муниципальные дороги привести в такое состояние. Это дешевле, это надежнее, это комфортнее, когда меняется полотно новое. А вот оставшую часть мы немножко усовершенствовали, ввели программу межсезонья, так называемую. То есть ямы, они появляются в течение осени, и зимы, и весны на тех дорогах, которые уже отслужили свой срок. И так называемое горячее литье позволяет нам их ликвидировать в течение всего вот этого межсезонья. И здесь бы я еще добавил две позиции по транспорту. Это общественный транспорт, который более 5300 единиц мы заменили за эти пять лет. Нового состава, и, наверное, жители видят, что да, комфортные микроавтобусы и автобусы стали заменены в большинстве электрички на более комфортные. И третье направление – это инфраструктура. Практически подавляющее большинство наших дорог уже имеют тротуары для пешеходов. Половина – это где-то за 2022 год 600 километров построено этих тротуаров. И 350 из них освещены в дополнение. К этому это тоже вызывает комфорт. И сегодня люди обращаются там, где эта программа еще не дошла, с просьбой вот это делать. Новые павильоны для автобусных остановок, разворотные, как называют, площадки или круги для общественного транспорта, который не мешает никому. Это все последовательная работа в сфере транспорта всех уровней власти – областного и местного. Еще одно новое направление, ну, достаточно новое, лет, наверное, 5-6 назад оно стартовало в регионе – это благоустройство, обустройство общественных пространств. Вы уже были в театральном сквере? Не раз. Как вам? Мне очень нравится. И мы соединили эти зоны и спортивная, и культурная, и там, если еще до конца сделаем ремонт нашей больницы на Краснознаменской, то эта территория примет, ну, такой, достаточно хороший, что называется, комфорт и вид, и там удобно, и гулять хорошо с семьей. Будет это направление продолжаться? Конечно, конечно. У нас за прошедшие 5 лет, вот как губернатор в своем обращении эту цифру называл, 428 только парковых зон, то есть это парки. И второе направление, оно еще раньше началось, это благоустройство дворовых территорий. Вот в сфере государственной программы «Городская среда» у нас порядка 15 подпрограмм. Это и народные тропы, это и парковые зоны, это и набережные, это и светлый город, и мой подъезд, и капитальный ремонт многоквартирных домов, чистая вода. То есть по всем этим направлениям ведется работа, вот буквально завтра у меня намечена поездка рабочая уже на Чкаловской, там мы начинаем благоустройство Чкаловского парка, не за горами благоустройство нашего центрального парка. И, по сути дела, задача здесь стоит в том, чтобы каждый микрорайон имел вот такие удобные, комфортные парки или лесопарки. Это новая программа у нас начинает развиваться, когда и в лесу делаются необходимые такие минимальные удобства, начиная от дорожки освещения, лавочки и так далее, но без капитального строения. А вот еще одна совсем новая программа, ей, если не ошибаюсь, второй год идет, да, социальной газификации. Сколько уже, во-первых, таких хозяйств охвачено в Подмосковье этой работы и какие отзывы получаете? Ну, я цифры дозову. В общем-то, по этой программе за 22-й год более 2800 домохозяйств подключены к газовым сетям и проведены для них газовые сети. Около 3000 на этот год запланировано. Мы практически за этот и следующий год эту программу, о чем говорит наш губернатор Андреевич Воробьев, завершим, потому что все населенные пункты Московской области будут газифицированы. Более того, мы приняли достаточно много льгот в этой сфере, и вот за прошлый год порядка 900 семей Московской области получили эти льготы по бесплатному подключению и некоторой категории даже закупку газового оборудования бесплатно. 145 семей запланированы в 2023 году. И в дальнейшем, конечно, мы перейдем к программе, которая будет включать в себя газификацию и СНТ, ДНТ, коттеджных поселков. С вашего позволения, задержимся на профиле вашего комитета, который вы в областной доме возглавляете по имущественным отношениям землепользования и экологии. Какие меры принимаются и на законодательном, и на практическом уровне по сбережению окружающей среды, в которой мы все живем? В 2016 году начали реализовывать амбициозную программу ликвидации накопленного вреда природе и создания новой отрасли работы с отходами нашей жизнедеятельности. Результат на сегодня достаточно хороший. И мы близки к тому, чтобы эта отрасль заработала на полную мощность. Первая часть этой программы – это рекультивация наших полигонов. На сегодня все 39 закрыты. Из них 17 рекультивировано. 4 в этом году и в последующем еще 10 у нас запланировано. Ведутся проектные работы до 2030 года. Все 39 полигонов, которые закрыты, рекультивировать. Куда возим мусор и что мы с ним делаем? Это второе направление. У нас построено 11 КПО – комплексов переработки отходов. 15 КСПО – это комплексы переработки строительных отходов. И на сегодня они достаточно успешно справляются с тем объемом мусора, который мы производим. В этом году и в следующем будет завершено строительство трех заводов, которые после рассортировки и первичной переработки, в том числе отборки вторичного сырья, остаются так называемые хвосты. Их утилизация, по сути дела, сжигание при вращении в строительные, дорожные, цепные материалы и так далее. Вот это новая отрасль. И сегодня задача дальше развить сферу переработки тех отходов, которые мы сегодня рассортировываем. Это направление заработало и действительно успешно. Мы сегодня уже от наших предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, получаем предложение. Ну, наверное, все слышали фундаматы, мегабаки. И все больше будет переориентировано на ближайшие наши планы к этой сфере. Мы в школах уже во всех фундаматы разместили, вот эти крышечки. И так далее. Это первые ростки экономики замкнутого цикла. А еще три направления. Это вода. Вот очистка рек и прудов. Тоже она идет масштабно. Хотя здесь хотелось бы и требуется больших вложений. Но сколько нам хватает, то мы и делаем. И для Щелкова хотел бы сказать, что мы завершаем капитальный ремонт очистных сооружений. Это главное условие для наших федералов. И только после этого они могут открыть нам возможность финансирования очистки клязьмы. Сейчас она очищается в Верховьях. Это городской округ Матищи. То у нас есть уже возможность, чтобы эта программа пришла к нам. Программа федеральная. Третье направление – это воздух. Сегодня практически вся область, в всей области установлены датчики мониторинга воздуха. Как вот погоду мы смотрим утром, так и частоту воздуха в режиме реального времени. Такая система уже создана. Спасибо. Предлагаю о Ваших личных итогах работы за год. Это встречи с жителями, с избирателями, приемы. Ну и важная составляющая теперь еще и работы в соцсетях. За 22-й год эти цифры выглядят следующим образом. Я провел 142 приема в округе. И порядка 500 с лишним заявителей, которые ко мне обратили. Статистика такая, что где-то порядка 65% вопросов решены. Оставшиеся есть часть, которая в ходе решения. Есть вопросы, которые нерешаемы сегодня в силу законодательства. Такие есть нерешаемые в силу отсутствия финансирования или подобной программы. Я провел более 900 встреч за год в различных коллективах. Это, считаю, очень важный элемент. Очень важный элемент. У меня есть фонд на оказание помощи людям в трудножизненной ситуации, которая сшляется через Министерство социального развития. и наше отделение соцзащиты, ну и, конечно, соцсети. Сегодня это требование времени, это, как говорят, тренд, но это и обязанность. У меня 88 обращений за прошлый год по соцсетям. Практически, за исключением понятных вещей, практически сразу же с местными депутатами, с представителями администрации, то есть с конкретными людьми, от которых зависит решение этой проблемы, мы едем на место и разбираемся. И иногда это бывает достаточно эффективно. Ну и приемы я веду здесь, как в приемной на Кооперативной 20, и я во всех соцсетях. Также мы практикуем выездные приемы по нашим микрорайонам. Это и Щелково-7, это и Чкаловская, и Бахчеванджи, и Заречная, и Медвежьи озера, и Загорянков. В конце любого разговора об итогах работы, а мы сегодня с вами говорили о вашей работе за 22-й год, и о основные моменты развития нашего региона, нашего Подмосковья, всегда принято говорить о планах. Какие планы и задачи на этот год? У нас 19 государственных программ, в которых огромное количество подпрограмм. И то, что сегодня вот итоги, действительно, что удалось сделать, а что не удалось сделать, и эта перспектива, мы все эти программы будем вести дальше для их полного решения. И вот этот программный метод, он позволяет потом нам четко проконтролировать, вот деньги шли туда конкретно, все ли сделано, сметы, отчетность и самое главное, качество и своевременность выполненных работ. Вот это первое. Второе. Появляются деньги, уже высвободившиеся, будем так сказать, от выполнения тех или иных программ. Мы их, конечно, переориентируем на решение новых задач. И здесь бы я анонсировал бы те задачи, которые губернатор Андреевич Воробьев, что называется, анонсировал в своем обращении к жителям. Это переселение из ветхого жилья. У нас 30% по оценке специалистов в Московской области, да и, я думаю, что и в городском округе Щелково, это ветхое жилье. Это вызов, это большой объем финансовый, но к нему надо приступать. И сейчас мы эту программу начинаем развертывать. Пока с ней справляется только одна Москва. Второе направление – это ветхие сети на 60%. Также по оценке специалистов являются ветхими. Это отопление, водопровод, водоотведение. Еще один вызов, еще одна – просто это федеральная программа, и она начинает развертываться. Это тоже вызов для органов власти. Ну, в конце концов, масштабные такие проекты, как «Ливневка», нас периодически топит, это тоже вызов. Но и я бы еще добавил леса наши, особенно городские леса, да и в целом очистка от валежника, от завалов, от сухостоя, от мусора. Мы сейчас муниципалитетом выделяем за 22-й 132 миллиона рублей для уборки мусора в лесах. В этом году уже 186 миллионов, потому что, к сожалению, отдыхая мы после себя не убираем. Задача стоит осенью принять областной закон по профилю моего комитета об экологическом воспитании, образовании, просвещении подрастающего поколения. Вот чтобы они выросли с убежденностью в том, что этого делать нельзя, это вредно, это накладно. Еще одно направление, конечно, мы это будем продолжать, это реагирование на каждую жалобу, на каждое предложение и максимальная отдача в ее решении. Стремление к этому – это главная задача органов власти. Спасибо, Владимир Николаевич, за подробный интересный разговор. Успехов вам в работе!